Необычная шеффельская бритва от производителя Джозеф Эллиот. Бритва запатентована самой компанией Джозеф Эллиот и выпускалась где-то в 1850-60-х годах. У них было несколько вариантов фреймбеков, в том числе и вот такие вот необычные. Также, насколько я знаю, под них делали подделки. Я вот так сразу не скажу, видел давно, но если найду, ставлю, покажу в это видео. Подделки почти один в один, но из других материалов и на сталь клинка там использовалось что-то более дешевое, скорее всего. Бритва очень интересна тем, что здесь получается Эрль, хвостик, спинка, вот это все сделано полностью из латуни. И сюда, получается, каким-то образом запрессовывался сам клинок. Клинок сделан уже из классической шеффельской бритвы на истали. Вот такой вот у него немножко горизонтальный сатин сейчас есть. Из всех обозначений, которые есть на бритве, можно видеть на обухе прямо Джозеф Эллиот и буквы С с мальтийским крестом. Хорошо, что бритвы почти не пользовались, поэтому эта надпись не сточена. Ну и здесь на Эрле слово патент. Бритва была запатентована именно этим производителем. Вот здесь с оборотной стороны ничего нет. Как для своих 170 лет примерно состояние, считаю, очень хорошее, практически музейное. Таких образцов до наших дней почти не дошло, необычных. Выпускали их не очень много. Эллиоты экспериментировали в 50-х, в середине 19-го века. У них было много разных вариантов фреймбеков. Вот, но вот такие вот иногда попадаются. Я вот сейчас, наверное, вставлю, покажу. Были еще интересные варианты фреймбеков, тоже от них же, от Эллиотов. Там тоже латунная основа полностью была разукрашена цветами, какими-то растениями, рисунками. Тоже вот такие вот интересные вещи, но в руках таких еще не держал. Вот. А этот экземпляр из моей коллекции. Вот. Постепенно передаю в другие коллекции некоторые бритвы. Поедет к своему новому владельцу. Вот. Замечательная вещь. Бритва, естественно, заточена мною. Когда-то давно брился, пробовал. Очень понравилась. Хорошо бреет фаска. Ну, я бы сказал, предельно равномерная, как для такой бритвы. Вот. В принципе, здесь с этим полный порядок. Имеет очень необычный дизайн. Сам клинок, так, в виде пиратской сабли, даже можно сказать, с таким ярко выраженным загибом кверху, агрессивным. Вот. Но при этом носик я скруглял, поэтому, в принципе, даже вот этим местом, самым краем, можно бриться без опасения сильно порезаться. Но если бриться аккуратно, в принципе, вообще ничем никто никогда не режется. Вот. Но если бриться неаккуратно, носиком, в принципе, можно немножко оцарапаться. Но так как он в данном экземпляре скруглен немножечко, вот, подзатуплен, то все будет в полном порядке. Ручка родная. Пины родные. Я ее не разбирал. Ручка-рок. Пины с шайбочками. Латунь. Такие вот немножко выпуклые. Рок такой не идеально черный, с украплениями светлых, коричневых ноток. Клинышек здесь оловянный. Вот. Выглядит. Ну, нормально. Каких-то трещин, расслоений, серьезных дефектов. Ничего такого нет. Вот. По балансу. Ну, тут тоже все хорошо. Латунь, она хоть и не тяжелая, но и сама ручка тут не очень тяжелая, роговая. Поэтому в руке, в принципе, сидит хорошо. Насечек здесь нету. Ни сверху, ни снизу. Вот. Но латунь, она такая, я не знаю, если можно так сказать, она более липкая. Она к руке лучше прилипает, чем обычная сталь. То есть, вот я взялся, у меня палец почти не скользит. Ну, на сухую, конечно. Но в этом месте и должно быть всегда сухо. Собственно, я об этом всегда во всех видео говорю. Вот такой вот интересный, необычный Джозеф Эллиот. Тесты покажу. А, ну и параметры покажу, конечно, для интересующихся. Параметры у него вот такие вот. Можно сказать, почти 6 восьмых, наверное. 5 восьмых с плюсом, большим. Вот кромка стандартной длины. Вот. Ну, по выборке. По выборке тут нечего сказать. Это почти полный клин. Вот. Ну, естественно, с навесным обухом получается сведение кромки не такое, как у полного клина по углу. Вот. Бритье мне понравилось. Бреет в меру мягко. Совершенно без агрессии, совершенно без какой-то колючести. Вот. На двух-трехдневную щетину вообще должно быть очень хорошо, я считаю. Так, сейчас. Ну, это, конечно, больше вещи не для бритья, а для коллекции. Они очень и очень редки у нас сейчас. И не только у нас, и в других странах. Даже на сайтах некоторых коллекционеров, которые именно старинные шейферские клинки собирают. Даже у них таких экземпляров почти нет. Лишь у некоторых. Вот. Когда-то давно повезло мне ее найти. Состояние при этом было очень неплохое изначально. То есть, латунь, она же не как сталь. Она все-таки к коррозии более невосприимчива. Так. Ну, вот как-то так она тесты проходит. Все. Завтра постараюсь отправить. Шикарный клинок. Ну, пришло время поменять ему хозяина. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!